Среди учеников Василия Дмитриевича Поленова было не так много людей, которые могли бы блеснуть университетским образованием. Сам Василий Дмитриевич, напомню, одновременно с Академией художеств, с отличием, закончил Петербургский университет. В круге Поленовых очень ценились фундаментальные знания, владение иностранными языками и разносторонние интересы. Всем этим в полной мере обладал Леонид Пастернак. Когда в 1888 году он появился в Абрамцевской мастерской, Елена Дмитриевна Поленова писала Елизавете Григорьевне Мамонтовой. Очень симпатичный малый. Для нас это еще в том отношении находка, что не здешний, кроме того, очень образованный человек. Чувствуешь в нем университетское образование, а в живописи – мюнхенскую школу. Все это придает ему большую интересность и новое содержание. Аврум Ицхок Лейб Пастернак родился в обеспеченной еврейской семье в Одессе в 1862 году. И хотя он с детства замечательно рисовал, в семье это увлечение сначала не одобряли, считая несерьезным. Но и сам художник сомневался, стоит ли посвящать жизнь искусству. Поэтому, отучившись в Одесской рисовальной школе, он поступил в Московский университет на медицину. А после перевелся в Новороссийский университет в Одессе на юриспруденцию. Это роднит его историю судьбой Василия Поленова и напоминает жизнь его собственного сына – гениального поэта Бориса Пастернака, который долго не мог определиться с призванием. Занимался музыкой у Скрябина, учился на философа, а стихи начал писать чуть не в 20 лет. С живописью и рисунком Пастернак, ставший Леонидом Осиповичем, занимался параллельно в Мюнхене и в Москве. В Москве Пастернак обосновался в 1890 году, после того, как его картину «Письмо из дома» приобрел Павел Третьяков. Это был своего рода знак качества, символ признания. По выражению Елены Дмитриевны, этой покупкой Третьяков сделал двух вполне счастливых людей. Вторым счастливцем был Нестеров. Новый москвич Леонид Пастернак женится на пианистке Розалии Каффман, обустраивается в районе Триумфальной площади и начинает активно выставляться с передвижниками. Его дом в это время – художественный салон, а круг общения – сливки-сливок московского общества. Здесь ученики Поленова – Коровин, Левитан, Исеров, сам Василий Дмитриевич и приезжающий из Петербурга Репин. Но это и круг музыкальный. В доме обожают музыку, а сын Борис демонстрирует таланты пианиста и композитора. Как уже было сказано, даже и не догадываясь, что займется однажды совсем другим делом. Постоянно бывает Леонид Пастернак и в московском доме Поленовых. В Кривоколенном переулке участвует в рисовальных вечерах. Много позже, в 1927 году, он вспомнит об этих золотых временах и напишет вот что. «Стоило хоть раз побывать в гостеприимном доме Поленова, хоть раз увидеть старушку-матью, сидевшую всегда за рукоделием и принимавшую живое участие в выживленных беседах за вечерним чаем после рисовальных вечеров, чтобы безошибочно представить себе дух и направление, какое должна была дать эта среда творчеству Поленова». Ее надо отнести к категории того передового русского дворянства, которое дало из своей среды декабристов и непрестанно давало людей, не страшившихся ни из шафота, ни ссылки на каторгу, отдававших жизнь свою на служение русскому народу, которая жаждала освобождения этого народа от рабства и приобщения его к европейской культуре. В 1900 году Леонид Пастернак получает серебряную медаль на Парижской всемирной выставке. Той самой, где оформление российского кустарного павильона занимались головин и коровин. Золотой медали удостоен коровин, а Grand Prix – серов. Триумф русского искусства и круга Василия Дмитриевича Поленова. Сам Поленов выставлял картины из евангельского цикла, но жюри их, увы, не отметило. В новом веке Леонид Осипович много работает, создает иллюстрации к роману «Толстого воскресенья», пишет картины, преподает в Московском училище и живописи, «Ваяния из отчества», том самом, где долго преподавал Василий Дмитриевич Поленов. Когда начинается Первая мировая война, всенародно известным становится его плакат «На помощь жертвам войны». Как он сам вспоминал, плакат был расклеен по всей Москве в день сбора пожертвований. Толпы стояли перед ними, бабы плакали. После революции в 1921 году Леонид Осипович с женой и дочерьми выехал в Германию. Там его ждала операция и решил не возвращаться. Он создал целую галерею портретов немецких интеллектуалов – Эйнштейна, Рильке и других. А с приходом к власти нацистов перебрался к дочери в Англию, в Оксфорд. Там умерла его жена, там в 1945 году скончался и он сам. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова